Ну что, клеим наш самый большой штат Техас и отправляемся в Нью-Мексико. Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Сегодня мы движемся из Техаса в Нью-Мексико. И, наверное, здесь ветреное меня не слышно, но мы остановились где-то в Нью-Мексико. И здесь просто обалдеть, как красиво! Мне кажется, все. Вот на ближайшие несколько недель я буду постоянно говорить, как невероятно красиво вокруг, потому что мы въезжаем на какие-то земли природных невероятных явлений. И вот здесь какие-то горы, холмы, перепады. Я в диком восторге! И едем мы еще в более невероятное место, наверное. Мы едем на White Sand, на белые пески. Сейчас полетаем на коптере и поедем дальше. Субтитры подогнал «Симон» Мы уже подъезжаем к белым пескам. По какой же живописной дороге мы ехали? Это только Нью-Мексико. Дальше нас ждет вообще вся самая, наверное, красота. Это Юта, Аризона, Калифорния. Но, наверное, просто каждый штат по-своему невероятно красивый. И вот Нью-Мексико нас прям сильно удивило. Очень здорово! И вот сейчас мы уже подъезжаем. Мы даже видели с дороги где-то там далеко на горизонте эти белые пески, потому что я читала, что они даже ослепляют. И вот было ощущение, что вот именно там такая светящаяся полоса между горами и равнинами. Класс! Я в предвкушении. Думаю, там будет очень красиво. Здесь самая жаркая температура из всех, что у нас были. 91 градус по Фаренгейту. Это 32 градуса Цельсия. И в самой пустыне обещают 34. Но я читала, что песок не нагревается. Я чуть позже, наверное, расскажу про эти белые пески в принципе и расскажу, почему не нагревается. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Мы уже выехали из пустыни, из белых песков. И сказать, что я в восторге, это не сказать вообще ничего. Потому что я под таким колоссальным впечатлением. Я никогда в своей жизни не видела вообще ничего подобного. Давайте я немного расскажу про White Sands National Monument и почему я туда очень хотела. Ну, собственно, почему я туда хотела, наверное, понятно. Потому что это настоящая белоснежная пустыня. С белоснежным песком, с вот этими песчаными дюнами высоченными. И вот сколько ты смотришь вперед, столько ты видишь белые эти холмы, а вокруг, далеке, виднеются горы. И на фоне голубого неба это абсолютно непередаваемые впечатления. Находится этот White Sands National Monument в штате Нью-Мексико, в центре долины Тулароза. И считается таким одним из природных чудес света. И индейцы Апачи дали этой пустыне белоснежной, такое поэтичное название, фарфоровое, потому что он действительно чем-то похож на фарфор. Своим происхождением эта пустыня белых песков обязана морю, которая около 100 миллионов лет назад находилась на данной территории. Но солнечные лучи, которые очень активны в данной местности, постепенно осушали это море и образовывались такие небольшие лагуны. И поскольку эти лагуны были отрезаны от воды фактически, на их месте вскоре образовывались такие небольшие соленые озера. Вот эти вот очень активные солнечные лучи выпаривали последнюю жидкость из вот этих вот водоемов. Здесь такое небольшое научное термины, но я думаю, что это важно для понимания, как это все появилось. В результате вот того, что солнце выпарило последние остатки жидкости, начал выпадать селенид, заняв место некой долежащей здесь водной глади. Таким образом, эта огромная территория покрылась такой белой разновидностью гипса. И примерно там через 40 миллионов лет активные тектонические процессы привели к образованию гор Сакраменто и Сан-Андреас, о которых я говорила, которые окружают эту пустыню. И именно эти горы не позволили мелким частицам, вот этим мелким кристаллам песчаным быть унесенными в мировой океан силой ветра. Ну и, собственно, поэтому эти пески белые, потому что в них высокое содержание кристаллов гипса. Самое интересное, благодаря этому этот гипсовый песок не раскаляется на солнце, и поэтому даже при палящем солнце, как было сегодня, там плюс 34, прогулка босиком не доставляет никакого дискомфорта. Местами этот песок вообще казался холодным, хотя было очень-очень жарко. И на самом деле погода такая вот именно как в пустыне, потому что сразу же становится дискомфортно, сразу начинает как-то слегка подташнивать. У меня начала побаливать голова, потому что сухой воздух, очень жаркий, и дышать как-то тяжеловато. Хочется постоянно пить много воды, ну и хочется, на самом деле, побыстрее уйти под кондиционер. Ну, мне как-то правда было не очень. Мне, да, у меня голова начала сразу как давить, давление не знаю, повышаться или что-то такое. У меня такой очень сильно яркий. Да, и плюс ко всему этот песок сильно-сильно яркий, и, знаете, начинают слегка побаливать глаза, потому что вокруг все белое. Мы фотографировались, и фактически мы фотографировались абсолютно вслепую, потому что даже в очках на телефоне не видно вообще ничего. И поэтому это потом был для нас сюрприз, удалить какие-то там кадры или не удалить. Но в целом это безумно красивое зрелище, и очень-очень необычное. Я же говорю, я такого никогда не видела, и я очень рада, что все-таки мы сюда поехали, потому что мы не знали, ехать или не ехать, потому что это крюк в нашем маршруте, это дополнительное время, дополнительные деньги. Но я очень рада, что таки мы сюда приехали. Вообще въезд на территорию этого парка стоит 20 долларов за машину, либо же 10 долларов с человека, если вы там приехали на велосипеде или пешком. Но у нас куплен годовой абонемент Annual Pass America the Beautiful, в который входит посещение практически всех национальных парков и таких национальных монументов разных лесов, зон и так далее. Я про него, наверное, чуть более подробно расскажу попозже. Сейчас не слишком актуально, но мы, в общем, заехали, поэтому как бы бесплатно. Но этот абонемент стоит 80 долларов, и его выгодно покупать, если планируется посещение более трех-четырех парков, так, чтобы его окупить и даже... Кемпинг в этой пустыне возможен, но только при одном единственном раскладе. Это backpack-кемпинг. Это если вы сможете дойти до места ночлега с рюкзаком, то есть всеми своими вещами, потому что на машине подъехать нельзя, можно пешком только пройти куда-то там с палаткой со своей и расположиться. Но, конечно, это невероятно тяжело, с ребенком это просто невозможно. Плюс для этого нужно специальное разрешение. Я думаю, что оно несложно получается, но, тем не менее, его нужно получать. И, конечно, фотографии я смотрела невероятно красивые, видно Млечный путь, потому что вокруг ничего не освещается, то есть совершенно нет никакого света, да. И вокруг тишина. Такая тишина вообще, которая аж режет слух. Но классно, очень-очень. Это называется Walmart с видом. Какая красота там за ним. Какие горы. Ну, а мы уже приехали в наш мотель. И сегодня это такой прям... Гараж. Прям мотель-мотель. Петя говорит, гараж. Да, уж, но зато среди гор. По-моему, очень живописно. Сейчас посмотрим на номер. Ну, если учесть то, какой экстерьер у этого мотеля. Внутри очень даже неплохо, вполне сносно. Две больших кровати. Здесь у нас все. И есть и микроволновка, и холодильник, и кофеварка. Вот, Лида. Класс? Смотри, какая кроватка. Можно на ней спать. Кроватка спать. Понятно. Правда, на букинге было написано, что здесь есть завтрак. И я у него спрашиваю, а вот сколько завтрак? И она говорит, завтрака у нас нет, есть просто кофе и маффины. Ммм, супер. Петя будет очень счастлив, он еще не знает об этом. Лите, правда, в пустыне. Мне очень понравилось. Она испугалась. Я думаю, что она испугалась слишком яркого света. и слишком высокой температуры. Но она просто просидела в машине, смотрела мультики, пока мы быстро рядом фоткались. Вот. Так что сегодня мы освободились пораньше, получается. Сейчас только здесь просто еще на час меньше стало. И сейчас написано, что пол седьмого вечера, хотя по нашему времени, откуда мы сегодня выезжали, уже пол восьмого. И поэтому мы как бы слишком рано освободились. И у нас свободный вечер. Будем сейчас отдыхать, потом готовить ужин и спать. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось смотреть на Белые пески так же, как нам понравилось там находиться. Увидимся в следующей серии. Все. Пока-пока.